Алло, алло, добрый вечер, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня я хотела бы поговорить с вами о том, в чём же настоящая причина наших обид. На обиженных воду возят, гласит известная пословица. Каждому человеку свойственно обижаться. Вот кто-то по дороге на работу нечаянно наступил вам на ногу и не извинился. Обидно? Конечно. Конечно. А автобус ушёл прямо перед самым вашим носом, когда вы опаздываете. Или накануне близкий человек сказал нам что-то очень обидное и сделал что-то не так. Конечно, обидно. И вы задумались и глотнули слишком горячий кофе и обожглись. И тут же обиделись. Обиделись на кого? Обиделись на себя, на кофе и на весь мир. Конечно, я упоминаю тут мелочи. Есть причины намного более серьёзные. Несмотря на то, что чувство обиды очень распространено, его регулярно испытывает практически каждый человек, необходимо понимать его вредоносность и не поддаваться этому ощущению никогда, ну или во всяком случае, как можно меньше. Хотя, думаю, что вот этим высказыванием этой идеи я вам Америку не открыла. Так откуда же берётся это чувство и почему... Всем привет из Ужгорода. Всем привет из Ужгорода. Так же, как из Израиля. Всем привет. Так откуда же берётся это чувство обиды и почему оно настолько сильно влияет на человека? Я опять же не открываю вам Америку, когда говорю, что никого никогда и ничем невозможно обидеть. Каждый человек сам принимает решение, обижаться ему или нет. И в большинстве случаев, конечно, человек обижается. Ну, сами подумайте, как воспринять несправедливые замечания начальника или как реагировать на предательство или на уход любимого человека. И как показать вообще своё недовольство миром или уровнем жизни другим? Только, конечно, через обиду. Так некоторые из нас выбирают. Интересно, что гнев и обида, они произрастают из одного источника. При том, что обида – это внутреннее явление. А гнев, мы знаем, что такое гнев, да, он бывает внешним обычно, да, и проявляется в иногда не очень красивых словах, может быть, неправильных поступков. И, честно говоря, от обиды избавиться намного труднее, чем от гнева, потому что гнев – это внешнее проявление. Мы, добрый вечер, мы гневаемся, из нас выходит вот этот гнев, вот этот, да, и всё вытихает, иногда человек успокаивается. Обида же, она идёт с нами, она залезает вглубь нас, она прорастает корнями вглубь нас и не даёт нам жить. И если гнев – это душевное явление, да, и сопровождается физическими проявлениями, которые мы называем тепением крови, да, в книге Тании объясняется, что гнев связан с эмоциями сердца, потому что левый желудочек сердца является источником крови, – это, я думаю, все знают, учившую когда-то анатомию, да, и когда человек гневается, кровь закипает. И есть ещё один, есть много, слава богу, органов в человеке, но есть один орган – печень, который поднимает кровь в левый желудочек сердца и тоже является источником гнева и иногда даже ещё более, чем сердца. Обиды же пробуждаются в мозгу, не в сердце, не в сердце, которым, да, отвечает за нашу какую-то такую мгновенную реакцию. Обида забирается глубоко в мозг. Считается, что мозг – это аспект воды, не огня. Огонь загорается, да, а вода – вот это постоянное, как бы, в нас переливание такое, да, и говорится, что вода иногда бывает горькой и мутной, и когда воды разуму замутнены, или они горькие, на языке хасидут происходит такое явление, которое называется диним, дин, да. Дин, вы знаете, что можно перевести как суд, да, и ты осуждаешь, ты судишь других людей, ты смотришь на их поступки и так далее. И у нас в сознании это перерастает в такое чувство, которое на еврите называется акпада. Ну, что такое диним, да, только что я сказала, это суд, кроме этого, это обида, это обвинение, это критика. Человек полон критики и обид на окружающих. Почему? Он не исполняет одного простого совета, хазаль, наших мудрецов. Исправь себя сначала, а потом исправляй других. Другими словами, сначала критикуй самого себя, и ты найдешь так много вещей, которые нужно исправлять, что у тебя не останется свободного времени, чтобы критиковать кого-либо еще. Когда человек не следует этому принципу, то он полон суда, и в нем постоянно пробуждается критика в отношении другого человека. И это называется акпада. В иврите в каждом слове есть смысл. И на иврите обида – это акпада. Корень слова – куф-пэй-далет, да, капат, акпадат этого, да. Где это слово появляется в лошон-акодэш, в святом языке, и что оно обозначает? В танахе сказано, что корень капат, да, куф-пэй-далет, означает отрезать или положить конец. Или наши мудрецы употребляют это слово в том смысле, как мы употребляем его сегодня. И есть некая такая, то есть, как сегодня мы употребляем, вы знаете, да, есть сегодня между этими двумя смыслами не просто связь, а на самом деле они обозначают то же самое. И мы сейчас поговорим об этом. То, что мы учим из наших еврейских источников, что тот, кто мог пить, тот, кто обижен, он сокращает дни своей жизни. Гнев и обида наносят ощутимый вред здоровью человека и сокращают дни его жизни. Поэтому не советую вам обижаться на кого-либо. Сказала печень и сердце, соответственно, два органа, которые первые заболевают, это печень и сердце. Берегите печень и сердце, не обижайтесь. Ну и второе, там, где есть Акпада, там обида, там нет мира. И не просто мира, да. То есть сказано, что даже если ты ищешь мира, ты его всё равно нет. То есть важно искать мира, как сказано, ищи мир и гонить за ним. И если вы помните про первосвященника Коэна Аарона, сказано, любящий мир и стремящийся к миру. Но тут у нас сказано, что даже если мы будем стремиться искать мира, то всё равно у нас могут быть проблемы в отношениях. И многие люди идут к психологу там или специалистам по семейным отношениям, но всё равно это им очень мало помогает. Почему? Почему? Они же вроде ищут, да. Они вроде стараются, они делают всё, чтобы помириться. Но внутри каждого из них сидит обида. Этот Акпада. Акпада. И сколько бы они ни искали этого мира, они его не найдут. Это значит не то, что не надо искать, а надо заниматься самой проблемой именно вот этой Акпады, этой проблемы, этой обиды изнутри. Откуда возникает обида? Ну и то, что продолжение обиды или часть обиды – это осуждение, это критика в отношении окружающих. Когда это возникает? Это возникает, когда нет доверия. Тогда начинается Акпада. И если бы доверие было бы полным, тогда бы не было места именно для этой самой Акпады. Я всё время вам говорю это слово Акпада, Акпада, Акпада. Я специально не говорю слово обида, а именно Акпада. Капад от слова Кипот. Что такое за животное Кипот? Кто знает, здесь ну такие иврита, напишите сейчас, да? Кипот – это некое такое животное, которое тоже упоминается в Танахе. И сегодня мы отождествляем Кипото с животным, которое связано совершенно, да, когда вы помните, первый человек, когда он давал название каждому животному, имена каждому животному, то он упоминал качество, да? Так вот, это животное очень связано с качеством Акпада, который протыкает своими стрелами, да, и напоминает человека, который макпит на другого, стреляет своими стрелами и протыкает другого, да. Так я хочу посмотреть, мне кто-то здесь написал, кто такой Кипот. Кипот никто не написал, да. Кипот – это ёжик, ёжик, да, у ёжика, у которого есть много-много-много иголочек. Кипот в Танахе – это не то, что мы называем словом «кипот» сегодня. В Танахе кипот – это некая хищная птица. Она упоминается один раз в книге Ишаяву, в стихе, который пророчествует о разрушении храма и опустошения. И так говорит пророк народу, «И завладеют ею пеликан и Кипот, и филин, и ворон поселятся в ней, и простерёт он по ней шнур опустошения и камни разрушения. Пророк описывает опустошение и хаос, которые будут в земле Израиля». Мы видим здесь, что кипот – это хищная птица, которая вместе с другими хищными птицами описывает состояние опустошения и хаоса. То есть явно негативный текст. Кипот, мы понимаем, видим, что это нечто резко негативное. Отчего происходит, как он приходит, этот кипот, как он оказывается на месте, тогда на месте храма, а у нас в жизни каждого из нас, на месте каких-то наших происшествий, происходит то, что называется «пгам-абрит» – нарушение завета. Это отсутствие нормального контакта, нормальных доверительных отношений, как между людьми и Всевышним, так и просто между людьми. Я так думаю, что вы все совсем не хотите прожить ёжиками всю жизнь. Да, и теперь давайте попытаемся понять, как же нам с этим справиться. Есть такое выражение, когда ёжик понимает, что он кому-то нужен, то он выходит из тумана. Да, вышел ёжик из тумана, помните, да? Дальше не будем продолжать. А ещё говорят, что обиженные ёжики очень больно кусаются. Не будем ёжиками. Постараемся найти выход, как перестать быть ёжиками. Как и где мы можем найти в себе потенциал преодолеть свою обиду и начать продвигаться вперёд по жизни. Извините. Извините. Наверное, по жизни вообще вам давали очень много умных и правильных советов, как не обижаться, как правильно себя вести и так далее. Понять, как мы в принципе можем преодолеть нашу обиду. Я же просто постараюсь немножечко показать вам, откуда взять силы для того, чтобы эту обиду постараться преодолеть. Первое, что надо сказать, я не раб своих обид, я выйду на свободу. Я задам сейчас вам вопросом. Знаете ли вы, какой рост был у фараона? Вот смотрю, есть ли тут кто-то, кто пишет, какой рост был у фараона? Пока ответа нет. Рост у него был ама-эхат. Что такое одна ама? Одна ама – это 48 сантиметров. Представляете, такой маленький гномик, 48 сантиметров, полметра, целых полметра, да, он правит миром, он держит весь мир в страхе и в повиновении. И ни один человек не может встать и восстать против него. Пока не пришел в маше, да? Так все, что я вам хочу сказать. В каждом из нас, в каждом человеке, в каждом из нас сидит этот самый маленький карлик, этот самый маленький гномик. И именно этот гномик руководит нашей жизнью. Давайте попробуем подумать, как нам его не бояться и смочь победить. На самом деле, в общем, я пыталась объяснить с самого начала, нам придется разбираться с нашим фараоном не только внутри себя, но есть еще фараон вне нас, да? И как я вам сказала, это наш гнев и наше проявление обиды. Гнев – это проявление обиды и сама обида, которая сидит внутри нас. То есть у нас есть и внутренний, и внешний фараон. Итак, Муше приходит к фараону и просит у него всего три дня дать нашему народу выйти из Египта. В результате чего? Что получилось? Что в результате этой просьбы получилось? Наш народ получил еще более тяжелые условия и очень страшно в дальнейшем, казалось бы, начать говорить еще раз с этим фараоном. Да? Страх, страх того, что не получится, сидит внутри нас. Так наш народ увеличивается, увеличивается, и фараон принимает решение поставить нас в такую ситуацию, чтобы мы потеряли хоть какую-либо веру во что-то хорошее. Чем занимались евреи в Египте? Кто знает? Какую работу они выполняли в Египте? Кто знает, какую работу евреи выполняли в Египте? Может быть, вы думаете, что они там строили пирамиды? Может, вы думаете, что они там возводили какие-то там другие великие здания, были великими архитекторами, создавали что-то там такое вечное и красивое? Нет. Нет. Им была поручена самая бессмысленная работа, которая только могла быть. Для каждого человека нет ничего страшнее, чем бессмысленной работы. Представьте себе, что вы что-либо делаете. Вы целый день кропотливо сидите, пишете, кропотливо чего-то делаете, клеите, создаете, рисуете, не знаю, и приходит ваш работодатель, берет вашу работу, трах-трах-трах, уничтожил. Завтра опять придете и будете делать то же самое. Даже если в какой-то момент вам заплатят за эту работу, тем не менее, вот это ощущение того, что ты делаешь, и это совершенно никому не надо, ты исполняешь совершенно бессмысленный труд, это тяжелейшая вещь. То есть, что бы ты ни сделал, изменить это бесполезно. Внутри нас, внутри каждого из нас сидит такой маленький фараон, который нам совершенно четко объясняет, что никуда выходить не надо. Все наши попытки изменить ситуацию, они все равно ни к чему не приведут. В чем вообще разница между свободным человеком и рабом? Ну, свободный человек работает 12 часов в день, раб работает 12 часов в день, или там работают по 20 часов, да, кто как. Есть разные люди, есть трудоголики, которые просто получают огромное удовольствие от работы, да, и они могут работать те же там 20 часов. В чем разница между свободным человеком и рабом? Может быть, в оплате? Неужели человек больше получает, хотя я считаю, что больше получает удовольствие, удовольствие и сил работать у него появляется больше, конечно, если он получает зарплату. Но если они работают одинаковое количество часов, да, и делают одинаковую работу, то все равно они разные люди. То есть раб это человек, у которого все, что с ним происходит, и все, что у него есть, не принадлежит ему, у него нет выбора. Вот представьте себе, ты идешь по улице и нашел бриллиант, ну, скажем, бриллиант, а может еще что-нибудь, да, если ты свободный человек, то ты можешь, ну, после того, как опросил людей, да, попытался выяснить, кому он принадлежит, ты можешь взять этот камень себе. А вот если ты раб, то ты должен отдать этот камень хозяину. Тебе ничего не принадлежит. И все твои поступки, у тебя нет выбора, да. Так вот мы, каждый из нас, который, у которого есть обида, эта обида нас забирает в рабство, она отнимает у нас возможность свободно думать, она отнимает у нас возможность принимать какие-либо правильные решения. Но самое страшное, что в это самое рабство мы сами себя загнали, мы сами себя поставили. И единственный человек, который сможет нам помочь оттуда выйти, это мы сами. Любовический рабе говорит, что у нас нет никаких преград для прихода Машеиха, для полного освобождения из рабства. И если вы сейчас заветили, мы живем в такое время, когда нет инквизиции, нет Хрифмельницкого, нет Сталина, нет Гитлера, да. Всевышний убрал, то есть нет антисемантизма, нет внешнего фараона. Всевышний убрал для нас вот эти внешние фараоны, которые как бы мешали нам жить. У нас остался внутренний фараон, наше внутреннее эго, которое управляет нами. Такой маленький властный карлик, который управляет полностью нашими решениями, который может, мы можем выбрать, только мы можем выбрать, чтобы этот властный карлик вышел наружу опять же тем же гневом или остался сидеть внутри и потихонечку разрастался, или мы можем сделать так, чтобы сделать и себя, и других счастливым вокруг. Мы можем взять и задвинуть этого карлика максимально далеко, так, чтобы он съежился и потихонечку стал совсем бессильным. Убрать своё эго и научиться слушать и принимать других людей. Да, помните, что я вам говорила, что из тех людей, которые вы должны услышать, это вы сами, да, когда я говорю услышать и понимать людей, конечно, вы должны научиться услышать и понимать самого себя, услышать, как бы вы хотели, чтобы пошла ваша жизнь. Не как обиду вас ставят в некую ситуацию в отношении с другими людьми, нет, отодвинуться от этой ситуации и подумать, как бы я хотел, вот какие отношения я хотел бы иметь с этим человеком, как бы я хотел прожить с этим человеком, что я хочу, чтобы у меня было в жизни. И после этого начать исполнять именно то, что вы, да, или Машера Бейну, который выводит нас из Египта, выводит из свободы, на свободу, не боится фараона и так далее, вот вы сами берёте и строите свою свободу и выводите не только себя, да, когда я говорю вывести вот этого, вывести себя на свободу, этого карлика вот куда-то очень-очень далеко внутрь, убрать так, чтобы он съёжился и умер. Вокруг вас есть много людей и они очень зависят от того, будет у вас внутри свободный, счастливый человек или вас будет обижающийся на всё и на всех карлик. И это только ваш выбор, ваше решение. И вдобавок ко всему, как маленький такой, так сказать, продолжение, скажу, что у нас есть, у каждого из нас есть, я говорила на каком-то из прежних уроков, это потрясающий инструмент для того, чтобы самим себя помочь. Это наша молитва, молитва, которая поднимает наверх нашу просьбу и открывает для нас всё более и более, большие источники света и чего-то хорошего, благодати, потому что всё в этом мире это сообщающийся сосуд, да, то, что мы здесь решаем, оно поднимается наверх, оттуда спускается нам той самой силой, которая даёт нам возможности продолжать дальше наши хорошие решения, наши хорошие дела. То есть наши поступки через нашу молитву поднимутся вверх и спустятся с благословением и возможностью вместо обид делать хорошие дела. Желаю каждому из вас, кто тут был на уроке, никто не был на уроке, да, выйти из галута, обид, преодолеть свои обиды и просто жить счастливо, стараясь ни на кого не обижаться, а если случилось обидеться, то знать, как от этой обиды уйти. Всего хорошего. До свидания. А, вот ещё, что я хотела сказать, что я совершенно не уверена, что я на следующей неделе смогу провести урок, так же, как и мой муж тоже, потому что мы уезжаем в Москву. Если окажется, что там будет компьютер с микрофоном, то я с большой радостью в следующий Йомрови, это, по-моему, как раз будет Юджват, проведу урок. Но если нет, тогда будет уже объявление, когда мы вернёмся и сможем вести уроки. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры, Субтитры создавал DimaTorzok